Это автотесты в Масловке. Меня зовут Лёха. Здорово! Что, спонсорские деньги делают, да? Никогда не думал, что можно полторы тысячи отдать, я тебе такую заставку сделаю. Погоди, Лёх, ты же сказал, что за неё 20 тысяч отдал. Ну да, 20 тысяч, как раз полторы тысячи евро. Полторы тысячи евро, это 60 тысяч. В натуре, ты мне ещё 40 должен. Продолжаем. Статистика. В прошлом году в ПГТ Масловка было зафиксировано 5 разбойных нападений, 2 грабежа и 1 убийство. Сегодня тестим результат всей этой деятельности, тачку нашего смотрящего BMW X6. Я понимаю, что Джереми Кларксон сейчас задумался о переезде в Москву. Ладно. Главные технические характеристики BMW X6 для любой деревни. Максимальная масса 3 тонны. Максимальная масса с картошкой 5 тонн. Ведомость масловских баб 99,9%. В белом свете 100%. Проходимость по бездорожью 4. Проходимость по масловке 3. Общая понтовитость 5. Что можно сказать, глядя на X6? Да только одно. Заводу у вас надо давно отрубить Ниве ползада и можно будет продавать её за 4 миллиона рублей. Во всяком случае, с X6 это прокатило. Но чтобы объективно оценить внешний вид X6, обратимся к главным экспертам в Масловке, к пацанам у круглосуточного магаза. Эти пацаны видели абсолютно все в мире тачки, проезжавшие за последние 10 лет мимо магаза. Так, ну что, внутри как-то неудобно. Ты что, Лёх, кресло удобное, места много для ног. Ну я и говорю, салон такой крутой, а в грязных штанах как-то неудобно. Молодцы разработчики срубили фишку, поняли, что чаще всего делают в таких тачках и сделали светлый салон, чтобы было не видно пятер. На всех BMW есть одна серьезная недоработка. Не работает кнопка аварийки. Чего ты взял? Ну не знаю, меня на BMW, например, никто ни разу не благодарил. Давайте погоняем на X6. Если на этой тачке вовремя и постоянно проходить ТО, то она будет служить тебе верно несколько десятков лет. Но в этом нет ничего удивительного. Любой, на кого ты будешь маслок и тратить по 200 тысяч в год, будет служить тебе верно несколько десятков лет. Так, давайте на всю включим магнитолу. Ну что, звук, конечно, слабенький, даже двери не добежат. Теперь давайте проверим, как он разгоняется. Лёх, не разгоняйся, впереди камера стоит. Не-не, штраф придет, у меня хоть фотка будет, как я на X6 еду. А теперь давайте узнаем мнение Боини. Ну что, отличная тачка. Только мне не понравилась эта автоматическая доводка дверей. Почему? Раз в жизни нормально покатались, ничего не было. Думаю, хоть в этот раз пронесет. Да нет, дура, вышла. Забыла про эту автоматическую доводку, дверью хлопнула. Короче, все как всегда. В конце программы мы должны провести краш-тест и посмотреть, что будет с водителем, если он врежется в стену на X6. Но сегодня в этом нет никакой необходимости. Напоминаю, это БМВ нашего смотрящего. Поэтому, если водитель хотя бы поцарапает, у него уже будет минимум несколько переломов. Продолжение следует...